Сегодня 27 июня. 27 июня 1892 года симбирский купец Бик открыл в Самаре фотоателье. Надо сказать, что в те времена фотографии были по карману далеко не всем. В некоторых семьях поход в фотосалон приравнивался к большому празднику. И только спустя два года в Самаре открыли фотоателье, так называемое дешевое, для простого люда. В те далекие времена каждый фотограф старался превратить простой снимок в истинное произведение искусства. Сейчас все упростилось, и фотография перестала быть чем-то особенным. Художественные снимки вытеснила фотография любительская. Фотоаппарат есть практически в любом доме, и каждый умеет им пользоваться. Ну а чем обернется для фотографии 21 век покажет время. 27 июня 1957 года в Куйбышеве торжественно открылась первая очередь Волжской набережной. Она растянулась от речного вокзала до Вилоновского спуска. Прибрежная часть заметно преобразилась. Берег укрепили с помощью мощной подпорной стенки. Зазеленели бульвары. Для отдыха куйбышевцев оборудовали пляж. Через полвека эксплуатации сегодня первая очередь городской набережной переживает второе рождение. 27 июня родился Галимзян Хусаинов, мастер спорта СССР, прославленный воспитанник Куйбышевского футбола и команды Крылья Советов. Поздравление с днем рождения сегодня принимает Владимир Александрович Андреев, доктор технических наук, профессор, ректор Поволжского государственного университета телекоммуникации и информатики. 27 июня в 1838 родился немецкий конструктор-оружейник Пауль Маузер. Благодаря ему мир увидел одноименный пистолет Маузер. В такой же день родился конструктор-самоучка, изобретатель Уильям Паул Лир. Неугомонный Лир осчастливил человечество первым автомобильным радиоприемником и автопилотом. 27 июня день ангелов у Георгия, Егора, Николая и Павла. 27 июня в народе почитали Мефодия и подмечали, если в этот день пойдет дождь, то будет идтен семь недель. Такими событиями вошел этот день в историю. Всего доброго!